Добрый вечер, в эфире Якутия. Мы расскажем о главных событиях уходящего дня в студии Павел Танин и в этом выпуске. Водозабору в Якутске быть. Городской водоканал получит два кредита для завершения строительства. Крещенские купания. В Якутске осветили купель, а добраться до места проведения обряда можно на автобусе. Лечение при помощи лошадей в столице республики проводят сеансы и по терапии. В отношении врача Золотинской и участковой больницы возбудили уголовное дело. Напомним, 1 января мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в этнокультурном центре Ян, села Янгро Нерюнгринского района, нанес удар кулаком в лицо 22-летней девушки. После этого в помещении участковой больницы нанес девушке несколько ударов кулаками по рукам, после чего стал душить. А уже ночью 2 января 2018 года, желая выяснить отношения с пострадавшей, разбил окно и повредил входную дверь и незаконно проник в квартиру, где проживала девушка со своей матерью. А ранее, 29 ноября, мужчину привлекли к административной ответственности за нанесение побоев своей супруге. Напомним, что на днях в сети появилось видео, на котором врач участковой больницы применяет физическую силу в отношении пациентки. Расследование продолжается. К другим темам. В одном из домов поселка Верхний Бестях Хангаласского района продолжают мерзнуть люди. Напомним, жильцы дома по улице Заводская 11 третью зиму подряд вынуждены спать в верхней одежде и с включенными обогревателями. Проблемы с отоплением начались после капитального ремонта дома в 2014 году. В конце прошлого года в эфире нашего телеканала выходил сюжет, в котором глава поселка уверил, что к жильцам придет тепло к Новому году. Продолжение этой истории смотрите в материале Виолетты Засимовой. Дом по улице Заводская 11 состоит из четырех квартир, но сейчас в нем проживают только две семьи, точнее выживают. Сейчас в коридоре также минус три, на кухне ровно ноль, а в зале и в комнате плюс четыре. Это же выше у супруга Федора и Раисы, оба являются инвалидами, немногим теплее, максимум плюс 12, плюс 15. И это при том, что по нормативу температура воздуха в жилом доме не должна опускаться отметки плюс 18. Тепла в квартирах, о котором говорилось накануне Нового года, жильцы так и не дождались. А 2 января в квартире Гиззатова хлопнула батарея, не выдержала перепадов температуры. Нас дома не было, мы приехали только вечером проверить квартиру. И залило вообще всю комнату, все было во льду. Позвонили в ЖКХ, они сказали меняйте сами или обращайтесь в администрацию. В администрации никого не было, поэтому я нашел батарею и заменил ее сам. После нашего репортажа к жильцам наведывались комиссии от главы района с распотребнадзора, измеряли температуру воздуха в помещениях, коммунальщики проводили манипуляции с теплотрассой. Но все тщетно. На этот раз глава поселка Виталий Соловьев причиной холодных батарей назвал инженерную ошибку, допущенную при строительстве теплотрассы, вследствие чего сейчас нарушена циркуляция тепла в доме. Если сейчас даже какие-то ремонтные работы затеивать, сами знаете, при таких низких температурах невозможно остановить дом и тем более трассу. Это будет чревато последствиями. Мы, видимо, все заморозим. Вариант такой предложили. Ну, временно снять до апреля, потому что в апреле более уже теплее. Тогда уже можно что-то применять. В том-то и проблема, что жильем в поселке туго. Деньги на аренду найдутся, но снимать нечего. Маневренный жилищный фонд занят. Небольшим утешением звучат слова о повторном капитальном ремонте дома. Нынче дом, этот заводская 11, у нас идет по фонду капитального ремонта. На ремонт будет, там три критерия, это будет ремонт электропроводки, водоснабжение и теплоснабжение. Полностью они будут менять делать. Раз как у нас не получилось, может, они сделают лучше. Пока коммунальщики и глава поселка с нетерпением ждут потепления, чтобы начать доделывать то, что не удалось с первого раза в 2014 году, в холодном доме две семьи переживают крещенские морозы. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Александр Юрков, НВК Саха, Ангаланский УЛОС. В Якутске одной из проблем в плане улучшения качества жизни является водопровод. Еще год назад ситуация вокруг строительства нового водозабора в Якутске была весьма туманной. До завершения строительства объекта не хватало средств. Источники финансирования не были определены, но в июне прошлого года правительство республики начало работу по поиску потенциальных инвесторов. И сейчас вопрос решился. Водоканал получит два кредита от ВТБ и Европейского банка развития. Создание комфортной городской среды для жизни людей является самым главным направлением в работе властей. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на форуме малых городов и исторических поселений в Подмосковной Коломне. Глава государства напомнил, что проект по созданию комфортной среды стартовал в прошлом году. Он рассчитан до 2020 года и на его реализацию из федерального бюджета будет ежегодно выделяться 25 миллиардов рублей. Судя по одной из важнейших направлений, это создание комфортной среды для жизни людей. Собственно, не одной из важнейших, это самое главное. И вы знаете, что у нас стартовал в прошлом году проект по развитию территории. Как мы договаривались, его реализация продолжится. И в течение 2018-2020 годов из федерального бюджета на эти цели будет ежегодно выделяться 25 миллиардов рублей. Всегда очень важно вовлекать людей в этот процесс так, чтобы человек чувствовал себя соучастником, сработником. И когда вот эта химия возникает между властью и непосредственно гражданами, ради которых мы с вами работаем, тогда получается наибольший эффект. Потому что люди чувствуют, что они тоже участники этого процесса. И конечный результат воспринимают как свой собственный результат. 2018 год, который объявлен годом добровольца в России, обещает стать весьма продуктивным для Якутии. Сегодня глава региона встретился с представителями волонтерского движения республики. Встреча прошла в форме беседы. Тему продолжит наш корреспондент. Любимые герои из фильмов и мультфильмов приходят к тяжелобольным детям в медцентр. Волонтеры организации «Сахам-Серя» проводят подобные акции вот уже четвертый год. Наша работа в основном нацелена на детей и на помощь их в профориентации. И также в различные добровольческие акции, которые могут поддерживать так и больных детей, так и стимулируют их к правильному образу жизни. Сегодня волонтерское движение Якутии насчитывает более 6 тысяч человек. Люди из разных сфер творят добрые дела, организуют боготворительные акции, мероприятия, активно участвуют в жизни республики. В чем заключается моя задача, как руководители республики? Ну, при этом, конечно, надо поддержать это движение главное, потому что это движение среди всего в жизни, в жизни, в жизни человека. Центр по работе с волонтерами ставит цель открыть свои филиалы во всех улусах. В свою очередь, добровольцы хотят упорядочить работу по регистрации. Хочется, конечно, чтобы в этом плане у нас шла более серьезная подготовка в плане работы ресурсных поддерживающих центров для волонтеров, для того, чтобы можно было развивать какие-то компетенции, для того, чтобы, несмотря на то, что много трудностей с регистрацией юридического лица, все-таки создавать юридические лица для того, чтобы получать грантовую поддержку, для того, чтобы можно было привлекать большее количество людей к этой деятельности, потому что, в принципе, в этом есть основа патриотизма, по сути дела. То есть быть хозяином на земле, быть патриотом своей республики, быть патриотом своей школы, своей организации, своей семьи – это очень здорово. Я была в предвкушении, ждала ее очень. Ожидания оправдались. Вот, ну, очень интересный и информативный. Егор Борисов интересовался направлениями работы волонтеров, охватом населения и призвал объединить усилия таких движений с министерствами и ведомствами. Волонтерское движение объединяет людей, независимо от их возраста, профессии и социального положения. Цель у них одна – делать добро тем, кому нужны их знания, опыт и бескорыстная помощь. Оксана Устинова, Галина Кутугутова, Василий Слепцов, НВК «Саха Якутск». В Якутске начались крещенские купания. 13-й год подряд, несмотря на холода, в местности «Зеленый лук» собираются все, кто готов пройти обряд. С каждым годом в нем участвует все больше желающих. Так, в прошлом году в ледяную воду окунулись порядка 40 тысяч человек. А в этом году участников массовых купаний ожидается еще больше. С трех часов дня сегодня жители и гости столицы уже начали пребывать на место. Суть этого праздника в том, что Бог через сошествие на землю устраняет разрыв между Творцом и Его творением. И в этот день освящаем воду, которая символ всего Божьего творения. Вот некое ощущение бодрости, которое всегда сопровождает человека, и ты всегда ждешь еще этого момента, когда можно вот таким образом, может, какое-то единение, во-первых, с людьми, потому что видишь постоянно людей, которые в этом участвуют в процессе. Ну и, естественно, единение с Богом и со своей страной, и с Россией. Общение с животными дарит людям позитивные эмоции. Недаром во всем мире успешно практикуется анималотерапия. Фаворитами у таких терапевтов являются кошки, дельфины и лошади. На ипподроме ЕГСХ также проходят не совсем обычные занятия по верховой езде. Подробнее в сюжете Евгении Андросовой. Кроме конкура, манежной езды и вольтежировки на ипподроме Сельхозакадемии с прошлого года практикуют необычную терапию. Яна Находкина прошла курс ипотерапевта в Иркутске. И сейчас она единственная в республике, имеет такой сертификат. Для ипотерапии нужен конь уже более взрослый. Вот, например, он уже спокойный. Он мерен у нас, кастрированный. Да, он даже привыкший к тому, что ее трогают везде. Могут дети, даже щипают некоторые и так далее. Но он очень терпеливый у нас, привыкший ко всему этому. Некоторые дети занимаются у кого плохое зрение или слух, это тоже помогает им. Если уши вперед, то он все внимание вперед уделяет. Может, ну, надо насторожиться, короче. Он может резко отпрыгнуть или что-то его испугать. Если одно ухо вперед, другое назад, то он слушает вас. Если все уши так назад прижаты, то он очень сильно злится. А язык почему он слухает? Радуется. Радуется. Балуется. Максим знает, как найти подход к любой лошади. Они его слушаются и постоянно выпрашивают кусочки сахара. Всего в конюшне 9 лошадей. Скаковые, рабочие и частные. Детей мы отбираем по каким признакам. Есть талант у человека, то берем спортивную группу. Если таланта нет, но есть большой процент трудолюбия, то тоже отбираем. Талант у Агаты Винокуровой, по словам ее тренера, есть. Несмотря на холодную зиму, девочка не пропускает ни одного занятия. Я просто так с подругой пришла. У нее было как раз последнее занятие. Я просто на пробное занятие пришла. Потом на день рождения попросила папу, чтобы он мне подарил вот этот абонемент. Я умею русить, галлопировать, прыгаю немножко. Ипотерапия проводится только в теплое время года. А зимой лошади заняты другими видами верховой езды. Верховая езда стимулирует усидчивость и улучшает гармоничное восприятие окружающего мира. А общение со спокойным и добрым животным благотворно само по себе. Евгения Андросова, Григорий Охлопков, НВК Саха, Якутск. Вот такими событиями мы запомним уходящий день. О том, что будет дальше, как всегда, расскажет Якутия. Я на этом прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok